Вы смотрите информационную программу события. Для вас работает Виктор Березовский. Смотрите сегодня выпуски. Легендарные киборги в Одессе в военном госпитале приняли раненых защитников Донецкого аэропорта. Массовые купания на городских пляжах. Православные отмечают крещение Господне. Кто виноват и что делать в Одесском областном совете решали судьбу дорог в регионе. Осторожно, туман. Быть предельно внимательными в условиях плохой видимости просит водителя Одесская госавтоинспекция. Ведомство отмечает, что по правилам дорожного движения при видимости менее чем в 300 метров необходимо включать ближний свет фар на приостановке габаритной огни. Также в ГАИ призывают водителей не злоупотреблять обгонами, ограничить скорость, соблюдать дистанцию и проверить тормозную систему. Просят быть внимательными и пешеходов. Из-за сильного тумана отменяют рейсы в Одесском аэропорту. В течение дня были отменены вылеты на Стамбул, Киев, Вену и Варшаву. Кроме того, целый ряд рейсов был задержан. Также аэропорт отменил прибытие самолетов из Тель-Абива и все тех же Стамбула, Вены и Варшавы. Розыск подрывника. СБУ просит одесситов помочь найти человека, причастного к взрыву в переулке Ничепаренко, который произошел 16 января. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который мог подложить бомбу на окно отделения банка. Напомню, что правоохранители оценили мощность взрывного устройства в 400 граммов тротила. Никто не пострадал, но были выбиты стекла в 10 квартирах. СБУ просит всех, кто может знать людей, причастных к совершению взрыва, сообщить о них по телефону, который вы видите на экране. Не ходите дети на митинги гулять. Сотрудники милиции просят родителей следить за местонахождением своих чат и не допускать их на акции протеста. Сколько всего несовершеннолетних было замечено на манифестациях, у правоохранителей статистики нет, но, говорят, тенденция лишь растет. Также известно, что подростки находились 2 мая во время побоища на Куликовом поле. У нас есть и предусматривает собой ответственность статья 304 «Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность». Сама статья как предусматривает у нас с собой и лишение свободы до 5 лет. 29 раненых из зоны АТО, из них 20 легендарных киборгов, провели первую спокойную ночь в Одесском госпитале. Бойцы прибыли санитарным самолетом из Днепропетровска накануне. Там им оказали первую помощь, стабилизировали состояние и переправили в Одессу. У большинства огнестрельные ранения, конечности головы, шеи, груди и брюшной полости. Травмы преимущественно средней тяжести, угрозы жизни нет. Объявленный накануне клич по сбору крови для киборгов оказался преждевременным. Запасы на станции переливания достаточные. Тем не менее, с 8 утра в Бисквитном переулке выстроилась очередь из доноров. 29 раненых доставили накануне, 20 из них с огнестрельными ранениями. Традиционно травмированы руки, ноги, шея, голова и брюшная полость. К счастью, говорят медики, тяжелых среди прибывших нет. Один человек нас провел ночь в реанимации, но сейчас мы его дообследуем, он будет переведен в профильное отделение, это нейрохирургию, которая имеет черепно-мозговую травму. Остальные были в профильное отделение, это средние степени и легкие ранения. Виталий Немиренко – солдат 93-й бригады, самый что ни на есть киборг. Первый раз попал в госпиталь из Донецкого аэропорта с контузией. 9 января там же получил осколочное ранение предплечья. Выстрел из РПГ прозвучал со стороны старого терминала. Сейчас больше всего вопросов у солдата к руководству страны. Настаивает, их оставили оборонять аэропорт фактически голыми руками, подвергнув процедуре обыска со стороны сил ДНР. Виталий говорит, сегодня утром созванивался со своими ребятами. Дух у них боевой. Хлопцы, ну, что ж, терминал наш, вышка наша, церковь наша, обсерватория, то есть хлопцы там сейчас стоят. Виталию же, как и его товарищам по несчастью, предстоит длительная реабилитация. В госпитале говорят, все необходимое для лечения есть, в том числе кровь и ее препараты. Тем не менее, волонтеры вчера кинули клич, и утром на областной станции переливания выстроилась очередь из доноров. Пришел, чтобы дать помощь своим боевым товарищам, что сейчас там, адже я понимаю, что скоро я так же буду керувати подразделами и буду на их месте. Бегущая строка по телевизору увидел, что нужна кровь нашим бойцам, которые в аэропорту защищают нас. Вот и пришел сегодня. Медики благодарят неравнодушных одесситов и заверяют, запасы крови пока достаточные. Но желающие могут прийти завтра и не только на областную станцию переливания крови. У нас сегодня много, достаточно крови, у нас много доноров, чтобы здесь не обучиться, прийти в бывшую больницу, в Одниково, одесситы знают, где медицинский центр, в детскую больницу, где крайне дети нуждаются, там онкологическое отделение. Ваша кровь будет с благодарностью принята и оказывает медицинскую помощь. Уборка снега без лопаты мэра, не дождавшись подмоги коммунальных служб, горосполкомы, ветераны Вооруженных сил Украины и общественные активисты расчистили от снега территорию мемориала Героической обороны Одессы на 411 батарее. В субботнике приняло участие 35 человек, и за два часа совместных усилий снег убрали от памятника воинам-интернационалистам, а также расчистили дорогу к храму святого великомученика Георгия Победоносца. В дальнейшем ветераны-афганцы намерены перевести в порядок памятник воинам-интернационалистам в парке Шевченко, поскольку понимают, что кроме них больше это сделать некому. По большому счету достаточно было только одного клича, и с вечера до утра собралось 35 человек, приехали с лопатами, с топорами, с инструментом для того, чтобы убрать, очистить памятник от снега. Ничего сложного, нужно только организовать. Братья-афганцы в течение одного часа готовы прийти на помощь, или просто сделать доброе дело. Не просто. Люди пришли, хотя многие из них инвалиды, и здоровье уже не то нам, не по 40, даже не по 50 лет многим. Но тем не менее, по зову души, по порыву, пришли и сделали ту работу, которую, может быть, на сегодня, кроме нас, никто и не сделает. Коммунальная беда. В квартире пенсионерки уже три года течет крыша. Жилплощадь страдает. В ЖЭКе обещают разобраться. Тем временем пожилая женщина продолжает мучиться. Подробности в сюжете. В доме по адресу Пироговский, переулок 6, беда. В квартире пенсионерки мэрии Александровны уже третий год протекает крыша. У меня затапливает крыша, квартиру всю. Вот в кухне, например, уже потоп. Здесь все, все затопило. Вот. Уже в комнате начал. В комнате у меня уже три года течет крыша. Я боюсь включать свет, потому что трещит там что-то. Посмотрите здесь. Посмотрите вот. Вот. Все. Помимо кухни протекают потолки в спальной комнате и на балконе. Пенсионерка опасается. Из-за осадков ветхая крыша может обрушиться. Говорит, за последние 10 лет в доме ни разу не было проверки на аварийность. Ну за столько лет, вы представляете, нельзя ничего сделать. У меня на балконе карниз упал. Никто не пошевелился даже пальцем. Мы обратились в ЖЭК. Там о проблеме пенсионерки знают. Готовы оказать помощь. Но говорят, нет денег. Отягчающим фактором является и погода. Очень было бы хорошо, когда была бы возможность заменить, сделать капитальный ремонт и забыть каких-то лет на 20 опять. Но не позволяет сегодня финансовое состояние наше такие работы проводить. Я обещаю, то есть при наступлении благоприятных условий, то есть это может быть, вот обещают по прогнозам, неделя теплая, то снег сойдет, будет солнышко, такую крышу мы можем сделать. В портах Одесского региона процветает коррупция. Растаможка грузов серьезно затягивается, заявляет координатор общественного движения «Нет коррупции на транспорте» Александр Захаров. Его организация ведет мониторинг в грузовых терминалах Одессы, Южного и Личевской. И ни один из этих объектов пока что не соответствует мировым стандартам. Если в Одессе среднее время выхода контейнера из порта превышает 2 рабочих часа, то в Ильичевске этот показатель достигает 7-8 часов. Такого нет даже в африканских странах. В Поте, там контейнер выходит за 3-4 минуты из порта. Мы, наши коллеги, осмаповцы, мы вместе с ними участвовали в совещании обсуждения вопросов работы польских портов. Там контейнера улетают просто из портов. Мы нашли нашего коллегу, который сейчас работает в Ванкувере. Он нам дал все раскладки, как работают в Ванкувере. Нигде нет такого ужаса, который мы получаем здесь. Нигде. Может быть, только в африканских портах. Также вопиющей остается ситуация с поборами в портах Одесского региона. По наблюдениям общественников, перевозчиков вынуждают платить огромные суммы за надуманные услуги, которые не предусмотрены законодательством. Это порождает коррупцию и повышает цены товаров уже на выходе из портов. Что должен заплатить клиент, а то есть каждый из вас завтра заплатит в ценах, которые увеличатся в магазинах, за действия таможни. Досмотровые операции в Величовске 85 долларов. Просто досмотреть контейнер. Открыть, посмотреть, что там внутри. Оглядовые операции, включающие зваживание 95 долларов. Оглядовые операции, включающие подвезение для сканувания по территории ДМВ Величовского порта 95 долларов. Оглядовые операции, включающие зваживание на вагах и так далее. Вот полный перечень. Самым ярким примером необоснованных поборов общественник называет въезд в Одесский грузовой порт, который можно осуществить только через одни ворота. При этом территория перед воротами принадлежит частной фирме. За проезд по своему участку дороги она берет 26 долларов с каждого контейнеровоза. Общественник также выразил обеспокоенность по поводу ситуации в порту Южный, где готовятся передать в пользование частной структуре два базовых причала, которые приносят львиную долю дохода всего предприятия. Эти два причала дают практически 500 миллионов гривен доходов в государственном бюджете. Оценивает фирма за 30 тысяч гривен. Оба. Оба. Это будет стоимость оценки только. И готовится, готовится фактически, можно сказать, слив порта, вот этих базовых причалов, совершенно непонятный. Там какие-то концессионные условия придумают, администрация морских портов разрабатывает такие планы, этой концессии красивые. Вот с тем, что 5% в год будут платить концессионер за бриллиант фактически в украинской портовой индустрии. Также координатор общественного движения выступил с предложением о переносе грузового порта за пределы Одессы. Местная инициатива. Областной совет обратится в кабинет министров Украины и Украфтодор с просьбой передать полномочия ведомства региональной власти. Соответствующий проект решения депутаты рассмотрят на сессии в среду 21 января. Также в повестку дня включили вопрос общего фонда областного бюджета. Депутаты облсовета хотят переподчинить себе службу автомобильных дорог региона. Это связано с претензиями областной власти к ведомству. И облгосадминистрация, и облсовет считают, что региональное подразделение Украфтодора ненадлежащим образом выполнило свои обязанности во время обильного снегопада на новогодние праздники. На юге ситуация вообще была критическая, и в целом ряде районов Автодор как-то не справился. Сейчас начинают только устанавливаться нормальные взаимоотношения между райадминистрациями и подрядчиками. Поскольку там структура совсем другая, она не подчиняется ни обл. администрации, ни областному совету напрямую и замыкается на Киев. Вся страна говорит о децентрализации власти. Ну, в конце концов, почему нам должны с Киева указывать и говорить, как чистить дороги в Одесской области. И опыт показал, что выпал снег, служба дорог не справилась с этой ситуацией. В облсовете рассчитывают, что соответствующее обращение в Кабмин и Украфтодор депутаты примут уже на будущей сессии в среду. Еще один важный вопрос в повестке дня – бюджет 2015. Правда, о статьях развития главного финансового документа региона речь пойдет несколько позже. 21 января избранники рассмотрят лишь общий фонд. Мы пока на сегодняшний день живем по 1,12 предыдущего года. А вы знаете, что и минимальная зарплата, ну и расходы на энергоносители, целый ряд других показателей выросли. И не принимать бюджет просто нельзя. Михаил Шмушкович заметил, что с региональным бюджетом в этом году будут проблемы. Если для наполнения казны городов областного подчинения предусмотрены новые местные налоги, то региональным органам самоуправления придется проявить изрядные менеджерские способности. Председатель облсовета спрогнозировал серьезные бюджетные дискуссии на сессии. Однако выразил надежду, что документ все же примут. Я Волноваха, я Донецк, я Украина. Поддержать жителей востока страны и почтить память убитых в воскресенье на Соборную площадь пришли несколько сотен одесситов. В этот день волна акций памяти прошла по всей Украине и ряде других стран. На митинг вышли даже в Москве. Правда, там акция получилась немногочисленной. На нее пришли 20 человек. Напомню, 13 января при обстреле блокпоста под Волновахой Донецкой области снаряд попал в пассажирский автобус. Погибли 13 человек. Еще 17 пассажиров ранены. Зажженные свечи, цветы и слезы. Несколько сотен человек на Соборной площади вспоминают трагедии на востоке страны. Звучит гимн Украины и призывы за Украину бороться. Но все же трагедия под Волновахой особенно всколыхнула Украину. 13 погибших, 17 раненых. Все они пассажиры автобуса, который оказался не в том месте, не в то время. В Волновахе люди погибли просто так. Они не знают никого из тех, кто погиб лично. Но одесситы говорят, я Волноваха, я Донецк, я Иловайск, я Украина. Показывая единство и надеясь быть усыншенными. Все эти события невинных людей убили. Жестоко убили. Потому что наши военные воюют там. А мы абсолютно ничем не можем помочь, кроме того, что мы можем собраться, поддержать их морально, помочь им, поддержать их духовно. Среди участников митинга памяти много детей. Они искренне не могут понять, почему в их стране погибают люди. Трагедия, когда люди погибнули, и это траур для людей. Очень много невинных людей сегодня пришло на эту акцию ради того, чтобы не умирали невинные люди. Они ни в чем не виноваты. Я очень люблю свою Украину и очень хочу, чтобы на ней был мир. Слава Украине! Героям слава! Идея всенародного митинга Украина переняла у Франции. Единство французов после убийства журналистов сатирической газеты стало образцом. Разница лишь в том, что в Украине такие акции за последний год можно проводить каждый день. Часу погибших на востоке страны уже перешло отметку в 5000 человек. И даже в эти минуты там идут очередные обстрелы. Крещение – один из главных праздников православного мира. По преданию, в этот день на человека в лице Христа снизошел Святой Дух. Произошло это после того, как Иисус совершил таинство крещения. Вода в Святом Писании больше, чем физическая субстанция. Это понятие, которое напрямую связывает с идеей жизни. Считается, что по-настоящему живой вода становится на крещение. Дни секунды. Понял? Да. Знаю, что с 12 ночи уже вода идет священная. Как православный верю. Как-то пришел, даже как-то лучше стало. Потому что исцеление, наверное, этой водой происходит. Людей исцеляет вода. Потому что она заряжена Богом. Если бы не было ничего, то люди бы не приходили. Ну и действительно, вода исцеляет. Это же как бы живая субстанция. Особенно намоленная она. Прорубь не будете окунаться? Нет, нет. Мои, знаете, не такие закаленные. Нет, я нет. Как бы вот собираюсь, но никак не могу себя переосилить. Каждый год купаюсь на крещение, поэтому не болею. Каждый год купались. Купались. И дети наши купались. И все нормально, не болели никогда. Десятилетие купаюсь. И слава Богу, никогда не простывал после этой процедуры. Наверное, действительно, тот, кто верит в это, тот, кто убежден, что вода обладает такими целебными свойствами, он никогда не простынет. Простывшие да излечатся. А вот что исцелит больную Украину? Православный мир верит. Молитва. Я не хочу, чтобы люди гибнули. Вот и с той стороны православные, и с этой стороны православные. Я так считаю. Все православные? Я считаю, что это все неправильно. Вот. Пусть правители как-то сядут за стол и договорятся. То, что у нас сегодня происходит, это, наверное, испытание Господнее. Надо с этим смириться. Но самое главное, тот, кто имеет возможность, нужно что-то сделать для того, чтобы в нашем государстве был мир. Са Христе Боже, и мир, посвящий слава, тебе. Окунуться в живую воду на праздник крещения – давняя православная традиция. Ну? Я все, я все, я все. Я все, я все. Обрести новый дом. Им для кудрявого пеликана с поврежденным крылом стал одесский зоопарк. Травмированную птицу нашли жители поселка Авангард. Эта порода пеликана редкая и занесена в Красную книгу. Орнитологи предполагают, во время перелета на зимовку птица ослабла и отбилась от стаи. Идущего на поправку пеликана навестили наши корреспонденты. Найденный на окраине Одессы пеликан уже ходит, машет крылом, чувствует себя как дома и потихоньку вливается в коллектив. Для зоопарка он дорог тем, что занесен в Красную книгу. Он в Красной книге вот попал к нам. У нас нет таких. У нас только розовое. Это единственный экземпляр. Посмотрим в течение недели, а потом уже можно сказать, будет он жилец или не жилец. О пеликане здесь заботятся. В этом сомнений нет. Его питательному рациону позавидовали бы многие люди. Они кушают только свежую рыбу, каждый день им покупают, живая, только с привоза свежая рыбка. Только сам кудрявый пеликан полностью не восстановился и ест неохотно. Кормить его пока приходится вручную. В костюме козла. Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков снялся в новогоднем клипе. Руководитель зверинца решил необычным образом поздравить всех с Новым годом, перевоплотившись в рогатого и бородатого. Ведь 2015 год пройдет под знаком козла. Как уже убедиться могли вы? Новый год, год козы наступил. Дай вам Бог, чтобы он был счастливым, чтоб веселым и радостным был. Я хочу вам сейчас напророчить исполнение капризов любых. Чтоб нам голову с вами никто не морочил и чтоб все нам дурное забыть. Баскетбольный клуб Одесса все же провел первый матч в этом календарном году. После трех перенесенных игр Акулы сыграли в Черкасах. Ахмавпам Одесситы дали бой, но проиграли. Гости едва не отыгрались в концовке благодаря дальним броскам Дениса Носкова. Но обезьянам удалось удержать преимущество. Результат противостояния 100 на 91 в пользу хозяев. Наставник БК Одесса Олег Юшкин причину поражения видит в недостаточной сыгранности. Ведь последние матчи Акулы вынуждены были пропустить по техническим причинам. В это же время южненский химик одержал 20-ю победу подряд в Суперлиге. В воскресенье они уверенно переиграли на выезде Николаев 85-67. Это означает, что ежи сделали еще один шаг к рекорду. На каждую конкретную игру, на каждую тренировку. Так что у нас тоже молодая команда. По идее, очень много молодых игроков. И они должны прогрессировать, проявлять себя. И тогда уже по окончанию сезона будем смотреть, мы выполнили свои цели или нет. Вы смотрели информационную программу событий. Оставайтесь с Академией. Наши корреспонденты будут и дальше информировать вас о самых актуальных новостях. А я, Виктор Березовский, прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин